Сегодня мы представляем вам бегущего человека, легендарного ультрамарафонца, гипермарафонца. Новое слово гипер, я еще не слышал. Но человек, который покоряет пространство бегу, Дмитрий Ерохин. Дмитрий, расскажи нам, пожалуйста, что такое ультрамарафон сначала, а потом о себе будешь рассказывать. Ультрамарафон – это сверхдлинные дистанции, длиннее марафона, длиннее 42 километров. И многодневка ультрамарафонской считается, если каждый из дней, крайне желательно, если каждый из дней или средний темп выходит длиннее марафона в сутки, 43 километра. То есть средний суточный темп выходит такой, то можно многодневку называть ультрамарафонской. Но есть разные теории, мы тоже спорим, там 43 километра используя, чтобы средний суточный темп, или там для немца считают, что обязательно 45 дней, кто-то говорит, что до 50 дней, 50 километров должно быть, 45 километров, 50 километров. Есть даже кто-то говорит, что обязательно нужно не менее 60 километров. Ну вот я, это самые совсем уже консерваторы для многодневных забегов, но я по самым консервативным оценкам всегда стремлюсь к тому, чтобы у меня средний суточный темп выходил более 60 километров в сутки на многодневном забеге. Ну расскажи, пожалуйста, вот с чего ты начал, как ты к этому пришел? Расскажи о себе вообще, вот сколько у тебя лет? Пришел к этому с рогейна, вот, рогейны сильно понравились по пересеченной местности. И сутки я впервые попробовал на рогейнах, в разных режимах ночью, днем, на рассвете, закате, учишься бежать по разной поверхности. Ну вот, считаю, что рогейн наиболее хорошо закаляет ультрамарафонца для всех типов дистанции, наиболее широкий диапазон покрытий, различных режимов, плюс учит ориентироваться, распределять силы, нести еду, питье на себе, ну вообще использовать окружающую среду как средство. Вот, ну вот, благодаря рогейнам. Интересно. Ну а когда ты вообще начал бегать, в каком возрасте? Ну вот... Бегать как соревнования в 2006 году. 2000? Я пробежал 10 километров на московском марафоне, тогда он назывался Московский международный марафон мира, а по набережной, где Кремль, пробежал десятку и постепенно затянуло в бег, в том числе потом рогейн. С Евгением Домбровским мы в 2010 году поехали на горный марафон ради с двухдневной, в Швейцарии бежали два дня подряд, и вот с тех пор я стал многодневщиком. Ага, то есть получается с 2006, и вот сейчас с 2017, и уже вот 11 лет ты этим так серьезно занимаешься. Хорошо, ну вот я знаю, ты сейчас вернулся из очень интересного ультрапробега по Сахалину, можно сказать, ты сделал меридиан Сахалина, пробежал с севера на юг, весь этот Линеосов, расскажи. Да, крайняя географическая точка, крайняя северная географическая точка, это мыс Елизаветы, крайняя южная географическая точка, мыс Крыльем. Я пересек весь Сахалин по этим крайним географическим точкам. Еще крайние географические точки запад-восток, ну там небольшое расстояние достаточно, потому что Сахалин он с севера на юг, а запад-восток там расстояние порядка 100, может, предел не более 200 километров дальше. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, как строился твой маршрут беговой, там, ну от мыса Елизаветы, там сначала не населенка Тайга, там дальше дорога идет на юг. Да, я бежал по дороге, то есть маршрут строится на три части, первые 130 километров это северный Сахалин, то есть там Тайга 130 километров, от мыса Елизаветы до Ахи, самый северный такой город. Другая часть, это дорога есть от Ахи до Южно-Сахалинска, 845 километров, в которой северная часть проселочная дорога, то есть грунтовка обычная, и южная часть 400 километров это асфальт. Дальше идет асфальт порядка 90 километров Южно-Сахалинска-Невельск, и уже южная часть, там тоже нет дороги, я бежал по берегу моря, такая проселочная, накатанная джипами колея, порядка 120 километров. Давай уточним, значит ты пробежал вот это расстояние от 1200 километров за 19 суток, 4 часа и 14 или 11 минут, я не помню точно, количество минут еще есть. Этот забег проходил с 1 августа, да? Нет, я стартовал 31 июля, где-то в 16, в 16 или в 15.00, и финишировал 19 августа, вот, в начале 9 вечера. Ну вот как ты попал на этот мыс Елизаветы, ведь туда что же надо как-то попасть? На мыс Елизаветы я попал сначала пешком, то есть сюда прошел, туда можно попасть только двумя способами в летнее время, или своими ногами, или заброска по берегу Сахалина, через Охозское море, с порядка 100 километров лодкой. Но у меня не было возможности, и высокая волна была, лодку искать нужно очень хорошую, устойчивую, я решил не тратить время, и до места старта мне пришлось сначала пройти пешком, развернуться, формально отметиться, что я там стартовал, и стартовать еще раз пройти. То есть я север Сахалина пошел в два раза. То есть ты уже перед забегом получил нагрузку какую-то физическую? Да, получил нагрузку, и немножко натофтал тропу, сбил паутину, когда обратно уже бежал, по своим следам я шел. Ну расскажи, как вообще проходит такой забег, то есть понятно, что ты бежишь все-таки, наверное, на легке, ты не берешь с собой там для ночевки снаряжение, как все это происходит технически? У меня самое основное техническое средство, у меня два трекера, то есть поскольку по стандартам Книги рекордов России, Книги рекордов Гиннеса, я должен записывать постоянный трек, то есть своего забега, поскольку я хочу фиксировать это в качестве рекордов. Вот самое главное у меня трекер в Айфоне, я им пользуюсь, который записывает по системе сотовой связи, плюс трекер у меня спутниковый Иридиума, который записывает через спутник. То есть у меня два трекера одновременно, это для меня две самых главных вещи. Ну и сотовый телефон, айфон, потому что там фотоаппарат и видео я снимаю, все для Википедии, поскольку у меня одновременно мой ультрамарафон проходит в формате Викиэкспедиции, то есть я снимаю горы, реки, населенные пункты, еще какие-то заливы и, соответственно, в статью Википедии по географии это добавляют. То есть я редактор Википедии по географическим статьям в том числе. Дальше, что у меня еще с собой, это пол-литра воды, такой он З, фальшивер от медведей для с точки зрения безопасности, свисток, чтобы подать какой-то сигнал при необходимости, плюс у меня компас и карта с GPS-ом. Я не пользуюсь, поскольку считаю, что надежнее пользуюсь по компасу, заранее читаю и изучаю карту, пользуюсь картой и компасом. Настоящий рогенер. Ну а из еды что ты берешь на пробег? Из еды у меня как НЗ, как правило, или конфеты, или сгущёнка. То есть когда я бегу, поскольку темп медленный, низкий, я во время бега непосредственно не ем. То есть я ем или перед стартом, или сразу после финиша. У меня горсть конфет, мармелад, риски какие-то, может быть, если я совсем сильно заголодаю, чтобы можно было что-то пожевать. На север Сахалина вот я брал с собой в бутылке литр сгущёнки. Но я так прошел туда 60 километров, а обратно прошел 60 километров, так и протаскал эту сгущёнку, так и съел ее и подарил мужикам на рыбном здании. То есть, не знаю, обычно сладкое. Вот скорость бега, скорость перемещения по труднопроходимому лесу и по дороге у тебя разная. Но тебе же все равно в день надо пробегать, как я понимаю, не меньше 60. Да, то есть я 60 старался держать, но это влияло только на сколько часов я был на ногах, количество ходовых часов. Но вот 60 километров севера я стартовал, еще 6 утра не было, и в 9 вечера я прошел первый день, 60 километров, это у меня ушло. Ну пусть в 6 утра я стартовал, мне 9 вечера, это 15 часов у меня ушло на 60 километров. Когда была дорога и был асфальт, у меня на 60 километров уходило 7-8 часов, там я уже практически все убежал. То есть на дороге ты не делал больше километров, там 80 где-то, ну тоже всегда порядок. Не, были отдельные дни, но очень был у меня небольшой разброс, были там 74, 72, 75 километров, но стабильный норматив у меня был не менее 60 километров. Я старался держать там плюс-минус 1-2 километра. Расскажи, вот ты ведь с группой поддержки, наверное, тебя там встречают где-то, чтобы обеспечить ночевку. Да, я ночевал, естественно, я ночевал в населенных пунктах, на метеостанции ночевал, на рыбачьих станах останавливался, где были гостиницы, в гостинице останавливался, на турбазах, в спортшколе меня даже поселили, один раз в дому частном поселили, то есть я везде, где была возможность максимально там комфортно отдыхать, конечно. Да, у меня была машина, где перевозилась моя одежда, кроссовки запасные, ноутбук, фотоаппарат, еда запасная, вода, вот. И мой товарищ Евгений Фельдман, он был в роли помощника, водителя, фотографа, видеооператора, то есть он все этим занимался, связного, все это делал. Ну вот каждый день по 60 километров, это вот, как организм себя чувствует? Бывают какие-то дни провальные, там вот тебе не хочется, тяжело, как ты с этим борешься? Ну, я достаточно уже опытный, но самые тяжелые дни это первые, когда вот организм вырабатывается, и у меня в этот раз у меня организм вырабатывался 5 дней, то есть уже через 6 дней я вышел на такое стабильное плата. Ну, конечно, утомление накапливается, ноги чуть-чуть подзабитые, особенно я-то начал с более тяжелой части, вот, но через 5 дней я уже стабилизировал состояние, я в такое, вошел именно в стабильное состояние, мог бежать какую-то такую ограниченную бесконечность по 60 дней. Ты как-то восстанавливаешься вот каждый день после пробега, вот, есть у тебя какие-то секреты восстановления? Ну, самое основное, это не войти вот в эту зону функциональной ямы, то есть не перегрузиться. Я бежал по ощущениям, вот, и чувствовал, что я за сутки перевариваю нагрузку. Ну, то есть вот пробежал там свои 60 километров, там, с небольшим, ложился спать, и утром просыпался. Просыпался сам, не по будильнику, то есть когда выспался, или все-таки ограничивал себя? Нет, нет, все-таки я приблизительно, ну, там, жесткого у меня не было графика, чтобы там в 7.00 выбегать, то есть у меня какой-то такой диапазон был, по которому я ориентировался. Ну, желательно, чтобы я выбегал в те, ну, и когда этапы были дневные, ну, хотя бы до 12, чтобы я за темно-то финишировал. И выбегал в 9, и в 8, и в 12, и там, в 2, вот. Ну, до обеда главное стартовать, и все. Как там с погодой было? Бежишь ли ты под дождем там? Я, естественно, бегу под дождем, но когда я бежал, не было дождя. Мне повезло, что была сухая солнечная погода, все 19 дней, какие вот я бежал, дождя не было. Понятно. Такие вот были сложные, может быть, или происшествия какие-то на маршруте, которые запомнились? Ну, для меня самое сложное, больше всего запомнилось, когда сломалась машина. Потому что машина сломалась, и она 2 дня была сломана, и я бежал там с рюкзаком, исходя из того, что... И у меня как раз там длинные перегоны были по 70, с небольшим километров, по 75 километров, и я бежал без поддержки. То есть, нёс на себе вот этот рюкзак сколько килограмм? Ну, килограмма 4-5. То есть, там запасная куртка, фальшверы, воды у меня с собой уже 2 литра было, потому что у меня там... Вот... Еда какая-то небольшая. То есть, вот самое для меня сложное, чтобы у меня были длинные перегоны. Ну, а фальшверы-то пригодились? Были там встречи с медведями? Пригодились, но пригодились, когда я уже финишировал. То есть, я их зажёг на финише в качестве такого события радостного. Последние 100 метров я пробежал с фальшвером в руке. Непосредственно на дистанции я не встречал медведя, но когда он начал на метеостанции, на неё пришёл медведь. Я его видел с расстояния 25 метров, но его отогнали собаки. Вот так. Ну, а что там ещё интересного из растительности? Там же на Сахалине какие-то огромные заросли, вот все участки, которые... Огромные, трёхметровые, да. Как ты продирался, расскажи. Это такой островной гигантизм считается. И там трава, лопухи, вот всё, что я видел в средней полости России, там полметра, метр, там три метра. Ну, продирался, существенно падает скорость, особенно через траву, когда ты продираешься. Вот, ты ничего не видишь. Но я пользовался медвежьими тропами. То есть, везде, где я видел, что прошёл медведь, он натаптал достаточно неплохо. То есть, стремился максимально облегчить себе прохождение. Там где-то зимники, где какая-то заброшенная тропа, ещё что-то. Я его всё, где-то старался использовать. Понятно. Вот ты вернулся, и через, буквально через, там, сколько дней ты пробежал марафон, да? Да, это для меня тест моего организма. Я через шесть дней пробежал паркран, пятёрку за 20-30. И на следующий день я вышел, пробежал марафон за 3.33. То есть, для меня марафон – это тест организма, насколько у меня произошло угнетение каких-либо систем организма. То есть, у меня угнетение не произошло, то есть, ничего. То есть, я не упал в функциональную яму. И марафон, я даже бежал очень шустро. Я первую половину марафон пробежал за 1.33. То есть, я думал, даже марафон за 3.10 пробегал. Но потом у меня забились мышцы ног, поскольку я бежал не по асфальту, и отвык от асфальта. То есть, мышцы не держали, ну, и уже там потихонечку добежал за 3.30. То есть, для меня это хороший признак, что я через неделю после многодневки пробежал в марафон. Только ноги отвыкли от асфальта, потому что грунт мягкий. И даже та асфальтовая дорога, по которой там была, бежал, я бежал по краю, по обочине. Не непосредственно по асфальту. Да, удивительно, конечно, что вот такие большие нагрузки, и вот так ты быстро восстанавливаешь. Но ты предпринимаешь какие-нибудь действия специальные по восстановлению после такого битротрейла? Ну, у меня была возможность, я два дня прожил в санатории. То есть, у меня до самолета оставалось четверо суток. Ну, я билет взял с запасом, потому что не знал, как сложится, была незнакомая дистанция. И я четверо суток потом уже прожил в Южно-Сухолинске. И мне просто путевку подарили на два дня в санаторий. Вот два дня всего восстановления было. Там был массаж, душ, шарко, минеральные ванны с горячей водой, без лечебницы. Вот два дня просто спал, ел, проходил процедуры, спал где-то 0 часов по 14-16 часов в сутки. Ага, очень длинный суток. Вот два дня только было таких восстановительных. Прилетел в Москву, ну, здесь сразу дела, все и прочее. Здесь уже не до восстановления. А вот чем ты питаешься после, ну, вот каждый вечер после вот такого своего дневного пробега? Ну, я седал очень много еды. Но я специального спортивного питания с собой вообще не брал. Тот рацион, который был в кафе, в магазинах, ну, это сахалин, в основном, конечно, рыба была. Рыба, красная икра меня там угощали. Ну, всевозможная рыба, которая ловится на сахалине, это главный рацион. То есть ты просто много ел обычно вот той еды, которая... Да, обычно еды. Ну, я, не, я все равно ее как-то люстрировал, ее выбирал. То есть там жирное не ел, то есть больше мяса, больше рыбы, больше фруктов, овощей. Ну, все равно еда достаточно такая бытовая. А непосредственно утром перед пробегом, перед вот что-то съедаешь? Я пью чай, кофе сладкое, творог какой-нибудь, булочку. То есть такой налегке, чтобы немного... Да, то есть я утром не наедаюсь. Основной рацион это после финиша, конечно. Можно даже от всего... от всей суточной еды это 80-85% всей еды после финиша. Да, интересно. Ну и вот этот забег по острову Сахалин. Почему вот ты решил туда бежать? Потому что это самый крупнейший остров России. И по миру ультрамарафонцы тоже бегают через острова. Две самых международно известных мировых дистанции. Это бегут через Великобританию 1416 километров. И Ирландию бегут, там порядка 500 километров. И я решил... Для себя я тоже рассматривал Великобританию и Ирландию пробежать. Но потом решил, чтобы и в России появилась такая международно известная трасса, как пересечение острова Сахалин по крайним географическим точкам. Там тоже бегут север-юг и юг-север. А Сахалин самый крупнейший остров в России. И я его выбрал. Ну, на первом месте. Понятно. Спасибо, Дмитрий, за интересный рассказ про вот этот забег. Я думаю, что ты нам сможешь еще рассказать. И следующей темой мы сделаем рассказ про другие твои пробеги. С удовольствием. Про ультра-трейлы в России. Ведь ты не только бегаешь, но еще этот вид спорта продвигаешь. Да, достаточно активно в основном Википедии. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok